Денис, привет! Спасибо, что ты сегодня с нами. Скорее всего, после тяжелого рабочего дня. Да, и поэтому я буду курить кальян, прости. Сети отдыхать и пить чаек. Сори. Ну что, мы все очень ждем. Рассказывай, как твое ноябрьское настроение. Чем ты сейчас так суперактивно занят, собственно, как и всегда. Чего ждать в ближайшее время? Ну смотри, сейчас мы доснимаем бывшие, и все. Мы остались буквально пару смен. Я просто, наконец, делаю какие-то домашние дела. Ничего такого особенного, в смысле творческого, ничего. Сегодня снимали фильм о фильме для бывших с Любой. Ну такое, все очень, все так, пока лайк. Ну знаешь, только премьера в последнее время. Ну да, там входит два сериала, поэтому это все суперактивно. Вот отдельное спасибо, кстати, за доктора Преображенского, за Фантом, за Иванько. Вот вы сейчас заканчиваете съемки бывших. И Сны Алисы. Триллер Андрея Женковского. Когда ждать? Сны Алисы пока отложили. Есть только пилотная серия. Вообще мы должны были вот сейчас как раз быть в съемочном процессе, но по каким-то причинам мы не можем его пока продолжить. Может быть, в следующий год, не знаю. Там просто тяжело с локациями, потому что это находится на границе с Финляндией. Да, надо ехать в такой город Костомукша есть. Туда едешь сутки на поезде, потом едешь часа три на какой-то большой машине надо ехать, чтобы не застрять в снегах. Ты приезжаешь, город, который построен финнами давно, но там есть дома, грубо говоря, финские, а есть, которые такие же, но построены нашими. И вот у наших домов вот такие зазоры между плитами, а у финнов вот такие. Собственно, как бы исчерпывающие. Ну и так далее. Ну, в общем, сейчас какая на стопе, да, эта история? К сожалению, да. А вот по поводу молоко Корана Агнесяна и Юлия Пересельцева и Колокольников. Что? Ты же изначально был заявлен в касте. Почему так сейчас нет? Или как? Все правильно, то есть все было, но то ли сроки у нас там, то ли еще что-то. То есть мы просто, к сожалению, не смогли поработать с Кореном. Ну, бывает, бывает. Ну вот. Просто очень много новостей разных и вопросиков накопилось. Давай, давай. А вот Юрий Быков, значит, ноль, хозяин, все это отложили до весны. Принимаешь ли ты там какое-то участие? Я не знаю насчет нуля. Юра, он хотел со мной, мы с ним виделись просто, сидели, общались. Он мне сказал, что он мне там что-то хочет что-то делегировать. Пока я не сказал, что. Ну, по-моему, точно не в хозяине. Скорее всего, это ноль. Либо что-то, может быть, что-то другое. Не знаю. Юра, он такой, у него, может быть, сценарий майора был написан еще до фильма «Дурак». То есть, как это сказать, короче, у него есть как бы в разработке, у него там, видимо, много сценариев, есть идей, которые, как бы, может быть, вдруг вот сейчас там появится возможность выплатить и все. Ну, с Юрой мы повязаны надолго, поэтому, видимо, что-то еще точно сделаем. Вот посему мы приготовили небольшую игру для тебя. Да, ну, на самом деле, она традиционная, просто вопросики так иногда чередуются. Игра называется «24 вопроса любимому актеру Юрия Быкова». Да. В общем-то, это как Блиц. Давай. Много ли что поменялось тебе за год и меняется ли человек на протяжении жизни? Ну, в этом году я вот потерялся сильно в весе, это не может не радовать, значит, а в жизни, ну, естественно, если бы я, даже если бы я просто лежал бы на кровати, все равно бы я что-то бы постиг явно. Ну, то есть, меняется человек, да? Ну, конечно, как? Он, по крайней мере, если у него есть хотя бы телефон, то точно он там точно что-то приобретет. Просто до трех лет, как говорят, что у нас формируются нейроны, а потом это все только тюнингуется. Ну, в общем, человек остается собой на протяжении жизни. Да. Ну, ты помнишь себя до трех лет? Я не специ... Нет, 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 нет. Ну, будем верить ученым, которые так говорят. А что его меняет? Хорошо, если он даже меняет, то что его меняет? Ну, в первую очередь, о том, что... Чего? Мне позвонили. А, значит, ну, воспитание, родители, то та обстановка, в которой ты воспитываешься... Ну, самое главное, это все закладывает, вот как я по своим детям сужу. То, как у меня было в детстве, там, непросто, и как вот у них сейчас, это, конечно... Я... Мой сын сейчас знает наизусть там сказки, там, уху-цокотуху, там, у два с половиной года. А я в его возрасте пузыри из слюней мог надувать только, мне кажется, и все. Ну, прогресс, это самое главное. Да, это самое главное умение, да. Ну. Чему новому ты хочешь научиться или научился недавно? Научился недавно. Ну, это такие, опять же, какие-то внутренние духовные такие штуки, связанные... Ну, например, там, вот дети, да, они заставляют меня больше думать о других, и самое главное, получать удовольствие от того, что я что-то делаю и ставлю свои интересы на второе место, да, после интересов детей, например. Это, конечно, меня удивляет, потому что я, ну, как-то так вырос в одиночестве, и я привык как бы все сам, все сам, везде сам, а тут вот и больше про себя, да, думать. А тут вот мои дети вернули меня в какое-то такое, ну, скажем, ну, такое духовное русло какое-то, да, они меня заставляют быть лучше, чем мне хочется иногда. Нет, ну, на самом деле, это вполне так понятно. Мы, в общем, все у детей, дети учатся, у нас это такой разумный взаимогния. Ну, знаешь, это, я тоже про это, дочь своих детей, я про это знал, и как бы это все умозрительно было, знаешь, так. А когда это вдруг начинает происходить, это, и причем так быстро, это очень, ну, как бы удивляет, потому что мне казалось, что все равно, то есть мне уже там достаточно лет, и я в чем-то так, знаешь, такой, окуклился, знаешь, окуклился, знаешь, окуклился в каких-то таких своих убеждениях. А тут нет, бац, и, оказывается, все возможно поменять. Давай дальше. Да. Чего сейчас в твоей жизни больше? Могу, хочу или надо? Попасть, будь со мной на связь. Значит, ну, наверное, могу, и не надо, да. Да. А вот Толстой говорил, например, делай как надо, а там будет, что будет. Вот что такое как надо? Да. Ну, знаю его, скажем так, непростые взаимоотношения с религиозным культом, который у нас в стране есть. Наверное, он имел в виду больше вот про это, да, то есть не задавай вопрос, то есть делай как вот, как в заповедях, да, и, ну, и будь тебе счастьем. Ну, не могу с ним согласиться в этом, особенно в наше время. А почему с религией? Может, он имел в виду как раз в соответствии с тем, что внутри? Тоже может быть. Хороший вопрос. Что внутри? Ну, опять же, внутри должно быть какое-то, насколько я помню из его писем, какое-то движение ну, к Богу, к чему-то светлому и так далее, то есть он очень за это был по крайней мере да, сори, всем извините, опять звонили какой-то один и тот же номер, почему-то на Стерн хочет не знаю, что Если бы ты перезвонил, мы бы подождали Ну, ладно, если что потом, закончим Здесь ребята очень активно спрашивают про третий сезон бывших, неизвестно же, да, когда? Да, ну, ребят, смотрите, я уже неоднократно говорил, что если бы я знал и если бы эта информация была разрешена к разоглашению, то, естественно, вы бы уже знали, был бы анонс во всех соцсетях и так далее Ну, процесс еще идет, еще идет съемочный Поэтому, ну, скорее всего ну, не раньше, наверное, февраля потому что в середине декабря будут только последние смены и пока все сделают Вот Такая информация Можно было бы, если бы закрепить, закрепили бы Да Вот мы говорили по поводу могу, хочу и надо Вообще в адекватной ситуации могу лежит основанием, базой Потом идет там надо Хочу лежит основанием Потом могу и надо Вот в твоей сейчас жизни чего больше? Могу, хочу или надо? И всегда ли ты знаешь, чего ты хочешь на самом деле? Ну, чаще да Чаще я знаю, что хочу Дальше Ну, если по логике идти, могу ли я это сделать и никому не навредит ли это кому-то И дальше А надо ли вообще? Вот Ну На эту тему можно, знаешь, рассуждать с разных сторон и, мне кажется, каждая будет так или иначе верна Ну Поэтому Давай дальше Как перешагнуть через страх? Вот Легко ли тебе даются вопросы выбора и как отличить страх перед новым от интуитивного нет? Понимаешь, да? Интуиция прокрастинации Сложно Я вот иногда иногда делаю Ну, как мне кажется, я иногда ошибаюсь и принимаю одно за другое Я одно понял, что Ну Страх, он может быть как ориентиром того, что Сейчас возможен так или иначе какой-то рост Когда ты делаешь что-то новое И Если вдруг ты испытываешь Ну, какой-то ступор И какой-то в чем-то сомневаешься То я чаще всего Ну, понимаю, что Ну Это, скорее всего Нужно Просто вот уже нужно сделать Потому что Меня это двинет куда-то дальше Потому что Сейчас уже много опыта Много всяких было Ситуаций, когда Много различных жизненных ситуаций Где я себя уже в чем-то проверил И мне Сейчас Интересно И сейчас Актуально в жизни Именно Несмотря на то, что мне страшно Ну, идти вот на встречу ему Ну, на примере Ну, на примере с Преображенским Мне было совершенно непонятно Страшно То есть Как Я Возрастная роль Чего Исторический проект Профессор Куда О чем вы говорите вообще Но Если вдруг вам повезет И окажутся рядом еще люди Вот как у меня оказались Два моих прекрасных режиссера Сережа Тармаев и Люба Львова То есть Если у вас есть поддержка То Конечно Ну Лучше Как это Лучше Сделать Да Чем не сделать И потом жалеть о том Что не сделал Да Ну Да Лучше Жалеть О сделанном Чем не сделал Если Такой выбор Кто Это Уаль Это Уаль Так Я сказал Да тут просто Вопрос того Как вот Как этот страх Преодолеть Как его перешагнуть Дышать Вот я знаю Что надо Надо все очень просто Надо вот прям подышать Вот просто Прям Потому что у меня Когда страх Это сковывает Это тебя сковывает Да Вот я это обнаружил Тебе надо просто Подожди Так Вот буквально Я это делаю Я просто Вот например Идешь к Урганту Всегда страшно Да просто Да Да дрожи Почему Не знаю У всех С кем я не общался Всем дико страшно Кроме Наверное Димы Дюжева Да Вот он единственный Кто мне кажется Вообще Если ты смотрел Эфир Его Не смотрел Я просто Вот ты закончишь эфир И просто включи Без лишних слов Это Ну А чего А чего там А это невозможно Описать словами Это вот Мне кажется Даже Иван Которого невозможно Как бы Лишить равновесия В какой-то момент Решил Я просто послушаю Он так все Я просто Я просто послушаю В общем понял Что не надо сейчас Ничего говорить Ну Вот как так Так Ну тогда вы умеете Артисты Вскрывать Вот это Внутреннее волнение Потому что Как-то никто Не выглядит Таким растерянным Я вот смотрела Тоже Два твоих Два кажется Да Прихода Так скажем К Ивану По-моему Вообще отлично Спасибо Ну будем Буду верить Что Якос Что-то там Так это уходит В смысле Да Вот ты приходишь Садишься на диван Да Ты знаешь Я в гримерке Перед этим Я понимаю Что меня потряхивает Уже Я просто Я реально Я хожу медленно И вот такой Самое главное Не пытаться шутить Не пытаться успеть За Иваном Потому что Все равно Что успеть За космическим кораблем Просто надо Просто быть Просто вот Вот просто 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 Слушай Нет Он же тоже Волнуется Он же тоже Переживает Да Просто Наверняка Ну либо Он такой Мастер Что Не знаю Нет Ну В общем Это Да Что важнее Умение ждать Или умение Действовать Ну конечно Действовать Столько Знаешь Есть Сожаления А Вот как раз О том Что в какой-то момент Я Решил подождать А не Чего-то попробовал Начиная Там от Не знаю Там Когда начинались Какие-то там Романы Да Там Что я кому-то Чего-то не подошел Как-то Да Какой-то девушке Или там Заканчивая Ну Какими-то важными Решениями В выборе роли Или там В выборе Не знаю Там Прыгнуть Банджи Или не прыгнуть Вот Ты стоишь уже Перед ней Ну Блин Ты уже пришел Ты уже приехал Ну так Чего Собрался Ну как-то так Нам действовать Да Ну вот А по поводу Ждать Хорошо Наверняка У тебя Хотя бы В начале Карьеры Были какие-то Переудожиданий Вот Ответы Фидбэка Ты Что чувствовал В это время Я понимаю Как сказать Здесь ребята пишут Кто ждет Получает самое лучшее Вполне возможно Я не прав Ну у каждого Свой опыт Понятно Я говорю Как вот у меня Отвлекается У меня Ты знаешь Из-за того Что я Стараюсь все-таки Больше жить Ну вот Сегодня По крайней мере Вот Как сегодня Идет Да Поэтому Вот такого Знаешь Режима ожидания Что я Вот нет Я сейчас Не возьму Эту роль Я подожду Более хорошую Более какую-то там Глубокую Или еще что-то Я как бы никогда Не задумывался Знаешь Так вот Ну не глубоко А как-то У меня не было Такого выбора То есть Я просто Ориентировался На чувства На свои Потому что Они никогда Не обманывают Их можно назвать Интуицией Это да Что вот сейчас Мне не надо И все А у тебя Хорошо развита Интуиция? Да Она у всех Хорошо развита Просто это доверие Своим чувством То есть Это все тоже идет Из детства От родителей Привыкли Они учитывать Твои чувства Ну грубо говоря Вот у меня дочки Там не знаю Четыре года Да И я Вот уже год Даже больше Я прежде чем Куда-то к ней войти Я стучусь Там можно ли Войти в туалет Можно там Помочь ей Например что-то Или там в комнату К ней Или там Можно взять ее вещь Да Или можно там До нее уже дотронуться Можно Ее хочется затискать Детей Хочется затискать Но я понимаю Что ее уже Надо спросить И когда ты Начинаешь учитывать Чувства И границы Другого человека Вот оттуда идет Вот это доверие Что он Этим примером Учится доверять Тому Что он сейчас чувствует И Это разве Это у всех Просто кому-то Вот в детстве Там забили Кому-то Кого-то нет А так это у всех Ну мы все Один вид У нас все Как бы у всех Одинаково Просто Что-то заподавлено Что-то нет А ты сейчас Умеешь договариваться С собой Да Конечно Ну иначе Я очень структурированный Человек Поэтому Особенно в нашей Профессии Да вообще в любой Профессии Успеха без структуры Без вот какого-то Внутреннего Там вот Слушай Я хочу поехать Там Поиграть Не знаю Там В Death Stranding Понимаешь А мне надо Там учить роль Блин Окей Я иду учить роль Ну то есть Это Означает Что ты хорошо Лазишь С собой Научился Это было Далеко не всегда А как Как этому научиться Просто опыт Просто опыт Ну просто Как сказать Вот у нас В актерстве Да У нас Нельзя научить актера Быть актером Можно только научиться Мне кажется Это во всем Можно научиться То есть А что такое обучение Это Ну постоянно ошибки Просто постоянно ошибки 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 И потом У тебя получается Все И это опять же Тоже про детство Когда родители Не говорят тебе Там Ты там Ах ты Ну что ж ты Почему четверка А почему пятерка А почему не пять с плюсом А почему медаль А почему одна А почему не золотая Понимаешь Блять Ты заработал тройку Ты лучше Пойдем есть мороженое Все Пошли Ты Тройка Охренеть Вообще Пошли гулять Все На аттракционы едем Тогда человек Блин Я вот сейчас могу А дальше Еще могу Все Еще такая история Такая тенденция Почему-то у нас в стране Подтягивают Тройки Когда можно Тянуть один предмет Который у ребенка Получается лучше Например там русские У нас это с футбольной школой Это вот Я смотрел Интервью какого-то тренера Просто Это было гениально У нас значит как Парень круто Играет в защите Такие так В защите он круто Давайте учить его На нападающего А в Испании Наоборот Он круто И в защите Играет Давайте Сделаем из него Просто Железобетонную стену Чтобы вообще никто Никакой Месси Вообще не мог там Проскочить просто Чтобы он Месси От него бегал Как от черта Просто там На другой конец поля Не Давайте Подожди Старик Это то же самое Там у меня у одних Моих знакомых У коллег Ребенок Он там Он любит там Что-то То ли рисовать То ли танцевать Он любит Его на борьбу Давай Вот об этом речь ММА Ты Что ты Блин Не надо ему это И прислушиваться К интенсии Интенсия Чтобы была Прислушиваться К детям Конечно Уверен ли ты в себе человек И всегда ли ты понимаешь Что такое быть собой Получается ли у тебя Оставаться собой И наедине с другими Ну сейчас да Раньше уже нет Раньше Не уже А раньше нет конечно Раньше я все время Как-то пытался Потому что Из-за того что Вот тоже опять же Детство Было такое Сомнительное качество И Я не знал Как это сказать Я старался В каждой компании Подстроиться Под какую-то Вот Как бы Под волну Как сказать Под волну Под настроение Под людей И Иногда это противоречило Там И какой-то Внутренней природе Да И Я не получил Никакого удовольствия Например От каких-то компаний Или еще от чего-то И так далее Сейчас Нет Сейчас мне скучно Я ухожу Мне скучно в театре Вот я понимаю Что все Знаешь Прошло три сцены А спектакль Начался Такое бывает Ну в том смысле Что люди говорят Говорят А что Ничего не происходит Я встаю Ухожу Раньше Знаешь Я сидел Засыпал Там что-то еще А раньше Насколько раньше Это все было Не так Далеко Ну Ну Наверное Пять лет Промежуток Может быть Где-то Так Не больше Это не так давно Это не подростковый период Нет конечно В каком подростковом периоде Там Становление идет А ты интровер Да Ну то есть Ты набираешь Энергию Наедине с собой А как ее набрать Вот например Ее нет Все ресурсы Щетка Ну что делать От чего кайфуешь От чего кайфуешь Ну Есть все равно Какие-то кайфухи Самые Ну Какие-то простые Доступные И все Ну Не знаю У каждого Все что угодно Ну это какие-то простые Самые элементарные вещи Ну Не знаю Посидеть там Курить кальян Там потупить в телефоне Ну То есть Знаешь Я понимаю Что надо себя Как бы зацепить Я вот не жду Какого-то там Немоверного счастья Которое вдруг Сейчас на меня свалится И я там Обрету энергию И все остальное И так далее Я просто Вот Что меня сейчас В данный момент Может порадовать Вот прям Самое какое-то простое Что вот Там Остаться один Лечь спать Вместо какой-то Запланированной поездки Там Не знаю Еще что-то То есть Вот сделать то Что сейчас Хоть Вот прям Я хочу сейчас Не знаю Там Котлет Ну Лен Это Самые простые вещи Не знаю Не знаю Как про них сказать Умно Умно И как-то Знаешь Да Делать то Что хочется В моменте В момент Да В момент Ага Как ты думаешь Есть ли судьба И можем ли мы что-то изменить И какой процент удачи В актерской профессии Если мы например берем везение Талант И трудолюбие Талант Это прежде всего Предрасположенность к труду Александр Сергеевич Пушкин Это ты в одном из интервью говорился Вот Я вот Иногда попадается Возможность Узнать опыта Опыта зарубежных коллег Я понимаю Что например Люди которые Ребята которые играли Как-то Очень странные Как это Очень странные дела Очень странные дела Да Они все молодые ребята Да И Ну казалось бы Оказывается У каждого за плечами Уже такая фильмография И такие работы И такие выступления Там на разных шоу И всяких там Концертах И все остальное То есть они к этому моменту Когда они играли В очень странных делах Они уже были Такими профессионалами Всего дела Труд Ну то есть Здесь Удача Судьба Не знаю Просто не знаю Я не знаю Как к этому относиться Как это потрогать Ну то есть Я не знаю Если вот например Да Люди поступают Там по два По четыре года В универ Да В театральный вуз Условный То это что значит И не получается Это значит Нужно дальше топить За это дело Или Немножечко это Изменить направление Важно не том Что не берут Чаще Очень часто Не берут Знаешь Люди Которые занимаются Отбором Они Чаще всего Им лучше всего Работать Где-нибудь Там на птицефабрике Там например Или еще где-то Очень часто Вообще у нас В стране Огромное количество Огромная проблема Это нехватка Что люди Занимаются Не своим делом Начнем с самых верхов С правительства И заканчивая Там Дворниками Да То же самое здесь Это Если ты чувствуешь Что это твое Если ты от этого Получаешь удовольствие То Мнение Там другого человека Который там Ковыряя в носу Сказал Что нет Там нет К тому же Сейчас такое время Попасть в творческое Какое-то направление Будь то кино И Ну Там театр Ладно да Сложнее Но в кино Оттуда уже в театр Ну гораздо проще Ну да 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 Ну так многие говорят Да Намного проще с того Ну то есть Кто хочет Тот будет это делать Да Конечно 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 В одном интервью Ты рассказывал о том Как два года проработал Ночным консультантом В одном реабилитационном центре И потом Опыт пригодился На темках бывших Как раз Вот По всему вопрос Влияет ли Жизненный бэкграунд Артиста На качество Мастерства В профессии Конечно Это Только этим Мы этим и работаем Я В какой-то момент Вот есть Артист Был Да У нас Фантастический Иннокентий Смоктуновский Да Все его знают Что он такой Весь какой-то Очень вежливый Такой весь Такой какой-то Тихий Ну вот Берегись автомобиля Да Вот Наверное Мало Может быть Кто знает Я тоже Был в их числе И был в шоке Когда узнал Что у этого человека Есть медаль Была медаль За взятие Высоты В рукопашную То есть Представить себе Да Что там На холме Где-то там Сидит Отряд там Немцев Вооруженных А люди В рукопашную Это берут И у этого человека Вот есть медаль А какие сейчас У нас там Проблемы У нас там Убер не приехал Там Лаплата Сироп Не тот Добавили Понимаешь Ну и Да Ну и так далее Ну естественно Естественно Когда такой человек Выходит На сцену Или просто там Оказывается с тобой В компании Что-то тебе говорит Как сейчас Я там Иногда встречаю Людей Там вот там Например Недавно Там познакомился С человеком Который приехал Там полковник ГРУ Там из Сирии Например Да Вот он вернулся Ну Он когда с тобой Здоровается Ты понимаешь Что это Это просто Какая-то Масштаб личности И вот Ну какой-то Необъятный И естественно Актеры Работают Ну вот Только этим Своим вот опытом Просто да Бывают такие люди Одаренные У которых Которым вот действительно Не нужно проходить Там Горячие точки Чтобы что-то выразить Какую-то боль Внутреннюю Да Для них там Не знаю Потеря любимой собаки Была И он сможет Это выразить так И так Это вам показать Что Ну вы будете верить Что он там Потерял всю семью И там Страну И так далее Ну это вот Единственное Чего у нас есть Ну и плюс Конечно Моя задача Моя вообще задача Обмануть Я на самом деле Мы все обманщики То есть мы Должны сделать Вид Что вот этот текст Который написал Другой человек Хрен Вот Там Сотни лет назад Это что это Я сейчас вот Рождается в моей голове И я как бы Вот сейчас Вот это все говорю Я должен обмануть Вот это вот А вот что ты думаешь По такому поводу Никита Ефремов Писал В одном из своих постов О том Что В общем-то Он когда Играет что-то Он оставляет эту роль В театре Выходит там Открывает дверь И условно все Теперь он там остался А раньше Это было очень тяжело Он на себя Это все примерял И ходил с этим Это становилось его частью Удается ли тебе Выходить сухим Из роли Я вообще Если честно Вот не очень Понимаю Как это Как бы Быть Типа вот Ты сыграл роль Какую-то И вышел И типа ты еще в ней Чего Ну все равно Это Ты В предлагаемых Обстоятельствах Ну да Ну да Единственное Ты понимаешь Там Если например Там персонажи Другого характера То Ты понимаешь Что например В этой ситуации Ты бы отреагировал Вот так Анализируешь А этот человек Вы договорились С режиссером Он реагирует Вот так Но все равно Это делаешь ты И все равно Это Я же понимаю Ну это сцена Это зритель Это софиты Это театр Я Не поел перед этим Черт возьми Когда я поеду домой И наконец поем И там вообще У меня танки загружены Понимаешь Меня ждут ребята На покатушках Понимаешь Или там еще где-то Ну Чего Я не очень как-то В это верю Ну я Я Я С огромной любовью И с пиететом И вообще К Никите отношусь И вообще Братуха Просто Красавчик Просто у кого-то Есть Это что называется Как вот Саниславский Говорил Да что Вот моя система Это как сказать Немножко не так Каждый выстраивает Все равно Свою систему Просто его Вот эта система Которую Там Сделал Она Что называется Импульсом К тому Чтобы ты там Выстроил свою И все Ну Кто-то у кого-то Действительно Кто-то живет Там После выхода Со сцены Я нет Не знаю У меня нет Таких вопросов Фигически Нормальный человек В общем-то Это обычно А удается Ну хорошо Ты сейчас очень глупо Конечно вопрос задам В этом плане Удается ли В таком случае Не вылетать из роли Ну то есть Ты же понимаешь Что там Сейчас 18-27 Суббота Я играю Я играю сейчас То есть Ты как бы На две линии Наверняка ведешь Ну и круги Эти внимание Вот И удается не вылетать Обратно к себе Ну то есть Внимание терять Условно Ну это Тренинг Я Этим Ну вот этим учился Этим занимался Что Есть круги Да действительно Внимание Это самое главное Что надо тренировать В самом начале Актерского Актерского Дела Да своего Что Ты одновременно Ну как амбидекстры Да вот они То есть Только в голове Амбидекстры могут Писать двумя руками Разные там Писма Как Леонарда Винчи А мы Актеры Там например Мы думаем У нас было такое упражнение Нам дают Там Несколько слов Из зала Мы на них Делаем Какое-то четверостишь И Одновременно С этим мы Там не знаю Готовим что-то И Отбиваем Чечетку Попробуйте Получится Ну да Ну то есть Когда у тебя Это натренировано Ты понимаешь Что Сейчас говорит партнер А ты такой думаешь Так Куда я сегодня Поеду Где бы мне Или там Подожди Подожди А вот Я скачал серию Новую Или не скачал Кажется Не скачал Ну что-то такое Еще есть Упражнение Прикольное То есть Здесь человек Стоит и здесь И вот они Рассказывают Свои истории Ты же знаешь Наверное Да Про это Еще раз Ну прежде Еще раз Какой-то Рассказывает Свою историю Какую-нибудь Там И здесь И вот ты Одновременно Слушаешь И потом Воспроизводишь И эту И эту И эту историю Это Например Из этой серии Да Три хороших Русских Фильмов На рекоменд Как Витька Чеснок Вез Леха Штыря В дом Инвалидов Из Последнего Бык И Последний фильм Миша Сегала Глубже Вот Ребят Получится Удовольствие А что Из программы Кинотавра Еще понравилось Ничего А короткий метр Нет Не смотрят Да Я всегда смотрю Короткий метр И мне он нравится Даже больше Чем основная Программа Ну Я не помню Фамилий К сожалению Всегда Есть Прекраснейшие Ребята И Совет Обращать Внимание Потому что Это можно Всегда Теперь Найти В сети И Это Очень Крутая Есть Работа Ну Например Варя Там Вышла Сера Вышла Да Сера Хороший Фильм Да Сера Отлично Снятый Фильм Гриш Калинин Снимал Очень Хорошая Работа Между прочим Вот На сколько Процентов Ты честен С собой И Хотел бы Ты быть Другим Как на это Ответить Ну Конечно Не на сто Процентов Потому что Ну Не знаю Не знаю Таких людей Может быть Не знаю Другим Каким В смысле Другим Другим Ну вот Я Да Я Хотел бы Уметь Играть На баяне Вот Например Он бы Очень Хотел Мне Очень Нравится Я Другой Да Другой Ну вот Хотел бы Хотел бы Уметь Вот Знаешь Там вот Например Как Джаред Клэта Человек И Просто Там Как Дал Какого-нибудь Шмеля Огонь Ну то есть Кардинально Ты бы Ничего Не Поменял Не Зачем Не Понимаю Вопрос Куда Ты Идешь Когда Выходишь Из Тебя Куда Я Иду Ну Я стараюсь Скорее Найти Путь Обратно Скорее Всего Потому Что Да Потому Что Я Когда Я Что называется Когда Я В себе Я понимаю Как это Сказать Я Лучше Ориентируюсь Проставил Лучше Знаю Что Хочу Знаю Как Не Навредить И так Далее Вот Где Грань Публичности Которую Лучше Не Переходить Да У каждого Ну Своя Кому-то Да Вот У тебя Конкретно Ну Вот Меня Жена Постоянно Агитирую Агитирую За то Чтобы Я Развивал Свой Инстаграм Ну Как А я Нет Да То есть Я так Особо Ничего Как бы И не Выкладываю Ничего Не Пишу Такого Какого Таких-то Текстов Там И так Далее Самый Искренний Я Наверное Можете Увидеть В вопросах Ответах Вот Моих У меня Есть Одна Такая Рубрика Которая Сохранила Вот там Максимально Я Вот Это Мой Топ Как я Могу Других Людей Впустить Во что-то Свое А так Да На самом деле Ничего Интересного Такой же Как у Все Ребята Если вы Думаете Что У всех Артистов Там Что-то Какое-то Есть Невероятное Что-то Такое Чтобы Узнать Да Не Слушайте Брэд Питт Даже Помню Там Я Пукаю В постели Мы Лежим С Дженни Ференнисом Я Люблю Это Это Все То Что За Гранью Личных Границ Это Такое Это Внешний Какой-то Фактор А вот Внутренний Другое Дело Не Знаю Что Ответить Но Не Не Знаю Что То В общем Я Я Ну Я Могу То есть Я понимаю Что Да Есть Внимание Кто-то Хочет Что-то Сфотографироваться Или еще Что-то Как-то Ну Какого-то Контакта Со мной Я могу Максимум Там Поздороваться Сфотографироваться Никогда не Отказываю Но Там Посидеть Поехать Куда-то Там Пообщаться Прийти Нет Я как-то Мне Нужна Какая-то Мне Нужен Какой-то Путь Нам Пройти Вместе С человеком Чтобы Вот Можно Было Как-то Покурить Кальян Например Денис Ты нашел То Что Искал В детстве Да 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 А вот Ну Что-то Конкретное Я же Что-то Про что Ну Вот Про то Что Ты Конкретно Искал Это Сформулировано Или нет Необязательно То есть Ну Да Семья Например Самое Главное Семья И Это Не значит Какая-то Всегда Благодать И Какая-то Вот Это Бабочки Полетели Бабла Там Вот Это То есть Это В том числе Я вот Уже знал Недавно Что Близость Между людьми Это Не значит Только Вот Опять же Бабочки Счастье Безудержный Секс Ну Конечно Не знаю А это И боль И Разочарование И И Там Печаль И слезы То есть И важно То что Когда я могу Ну там Близкому человеку Сказать Слушай Ты заебал Ну Вот Все Стопе Все Я Все Я у меня горит Все Я хочу Все Пока Давай Паузу Ну то есть Когда ты можешь Все свои стороны Открыть Ну вот Это Вот это Близость А Только Когда Все Хорошее Все Нет Ну на самом деле Это правда Это правда Нормальные Человеческие Отношения Вот Представим Что перед тобой Сейчас стоит Денис В 7 лет Что ты ему Передашь На будущее Доверяй себе Доверяй своим чувствам Ну все Как-то говорят Доверяй сердцу Там Чувствам Да Просто Прям Доверяй себе Все 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 очень просто А вот По поводу Сравнения Себя с другими Часто ли ты Сравниваешь Себя с другими И вообще Что по Чужому мнению Как оно Меняется Со временем Вообще В твоей жизни Как отношения К нему Меняются Это как-то связано Меня с вопросом Осознанности И того Что Я знаю Что хочу Потому что Когда я сравниваю Я не знаю Что я хочу А когда знаю То нет Не возникает Этого вопроса Ну да Я сразу понимаю А Слушай Ты прыгаешь На 3 метра В высоту Круто Ну мне это не интересно Я пошел Я Люблю скандинавскую ходьбу Вот мне вот это ближе И пошел Ну то есть Я И нет Вот этого мучения Подожди А я смогу так Как же хочется Мне так уметь Потом ты выучился Чего-то делать А тебе это не приносит Никакого удовольствия Ты не получаешь Счастья Никакого реализации И ты думаешь Блин Как же так Я же вот стал Как мой кумир А А несчастлив Еще сильнее Пока То есть Северация С твоим внутренним компасом Да получается Да Конечно Только Да Умеешь ли ты Расставлять личные границы Вот о чем мы и говорили Ну Да Уже да Даже вот Не обязательно с аудиторией Со зрителями А в работе В принципе С коллегами Да Да Это самое главное Это залог успеха Любого проекта Тоже опять же Читая опыт Там И слышу опыт Как работают Там Меня иногда удивлял Вот опыт Тома Круза Когда вот иногда Он например Снимает иногда сцены Где только вот Он снимает Его снимают его И он уходит И там Планы партнера Могут снимать без него Ну он свою работу сделал Все Это твоя работа То есть настолько Ну понятное дело Что у нас это Вряд ли применимо Ну Я не отрицаю Того Что на съемочной площадке Может возник Какая-то симпатия С другими людьми И ты Вы найдете Общий жить И будете сидеть И общаться Или после Да Как у меня часто бывает Но по большей части Я работаю И уезжаю Я не Не сижу Ни с кем Не общаюсь То есть я Максимально Приветливый Максимально Расположенный человек На площадке Ну как бы На площадке И все дальше Ну это работа Там как бы Никак по другому Ну Ну это вот К вопросу А Томи Крузи Это даже не личная граница Это какая-то Капля Эго Такого Достаточно здорового Ну Как минимум Да Да Даже пару капель Я бы точно сказал Я вот сейчас вспомнила Ты говорил Мы сегодня это Обсуждали о том Что два года Ты работал Вот Консультант Тебе это каким-то образом Помогло Какие-то точки Ира ставить В чем В каких-то Внутренних вопросах Зависимость Там Уверенность И так далее Это как фундаментальная штука Которая связана С нашей страной Что очень много Ну зависимости Она вообще сплошь и рядом Во всем И огромное количество людей Пострадало И страдает И фундаментальная была Тема В том Что Им можно помочь И есть средства И что это не Отбросы общества И Я знаю примеры Людей Которые приезжали На группы Самопомощи Этим людям Было там За сорок Слышно Видно Да Сейчас да Они приезжали На метро И на метро Им давала мама Там Какие-то деньги Да Ты писал Это там Да А потом они приезжали На Геленваген Потому что Они Решали свой вопрос Вот это Ну Это конечно Можно Может Это про это Когда ты слышишь С стороны Это кажется Может быть Какими-то сказками Там Бабайками И так далее Да почему нет Это две крайности Поверь Это так Ну Это может так слышать Я уверен Что многие Ну Слушай Ладно Но это так Вот Это просто дает Огромное Развивает твою эмпатию Развивает твою эмпатию Что Представляешь Оценивать людей Там Что вот он там Так сейчас сказал Слушай Он так сейчас сказал Потому что Может быть Блядь У него там Не знаю Там ему сказали Что у него мама в больнице Да Он сейчас там Выпил Не знаю Там Стакан И он сейчас просто Ну на нерве Там И все Может он увидел Там женщину свою С другим мужчиной Понимаешь И все Ну то есть Ты никогда Ну как Это дает Вот просто Возможность Не оценивать людей Слушай Ну а вот В результате этого Не начинаем Или мы Например Брать Сверхэмоциональную Ответственность За другого человека Ну то есть Это прям Ну Понимаешь В чем вы говорите Да Там например Хочется что-то сказать Но ты не говоришь Только потому что Ты там Боишься Мне кажется Это другие вещи Как раз Эмпатия Это как раз Когда ты Ну можешь сказать Когда Ты не ответственен За чувство Другого человека Это другие вещи Слушай Ну там Ты сегодня Тебе говоришь Слушай Дэн Там не знаю Мы с тобой встретились Тебе говоришь Слушай Прости Съешь жвачку Что-то По-моему Ты это Вчера перегулял Ну Это не значит Что ты меня Не любишь Не уважаешь Ну просто Ну Просто ты Ну Слушай Прости Давайте я угощу Ну все Ну не знаю Как-то так Я к тому Что эмпатия Это как бы Ну мы пропускаем эмоции Людей через себя Вот об этом Когда я Понимаю Когда я тебя понимаю Не когда я Тебя начинаю спасать Да А когда я Слушай Слушай Я понимаю Что сейчас тебе Тебя бросил парень Прости И тебе сейчас больно Слушай Я готов тебя Выслушать Но вот У меня есть там Вот сейчас Пять минут Я просто У меня дети Да Я готов тебе Вот выслушать тебя Сейчас Я очень тебя понимаю Разделяю И готов тебе Что нужно Что ты хочешь Как я могу Быть тебе полезен Но я могу Я могу Быть тебе полезен Пять минут Прости А Ну если так То Ну Ты Когда ты максимально честный То есть Слушай Ну вот Я не могу Сейчас приехать Я не могу Правда Я не могу Я знаю Что это Неприятно Больно Ну я не могу Да я понимаю Да Просто обычно Но Как правило Мы часто начинаем Когда мы ловим чувства Другого человека Начинаем его спасать Пытаться Да Ну не переживай Ну не расстраивайся Блять Я уже расстроен Я уже горю Переживай Это такое слово Не переживай Что ж ты это В смысле Я уже переживаю Я уже Просто Это когда ты принимаешь Чувства другого человека Говоришь Слушай Я понимаю Как это Блин Слушай Блин Я понимаю Почему ты такой Злой Блин Я бы тоже Я бы наверное Тоже Слушай Ты когда ты даешь Право Человеку чувствовать То что он чувствует А так ты Наоборот Не даю Ну как бы Делаешь все наоборот Не чувствуй Не будь Ой нет Сейчас ты не прав Сейчас Ничего страшного Все не так плохо В смысле Блять Не так плохо А я что Я что У меня галлюцинации Нет Это правда Не переживай Это вообще фраза Конкретно Это Советский Союз Это вот это Которые Вот это Ну это Про это лучше Сейчас не начинать Это Слава богу Что эти времена Прошли Так Да В прекрасное время Кстати говоря Живем И Ну последний вопрос Хорошо ли ты Разбираешься В людях И на что При знакомстве Обращаешь внимание В первую очередь Тоже перестал понимать Вот этот Механизм Разбираться В людях Их можно Только чувствовать Вот Чувствую ли я Других людей Да Да Очень Ловлю Настроение Чувствую Фон С каким приходит Человек И так далее Если это можно Соотнести С твоей фразой То да Как-то так То есть Мы все-таки Умеем Чувствовать Да Эмоциональный Стояние Другого Ты про фон Сказал Да Конечно Да Только этим И это главное И вообще Этим мы И оперируем На этом все И строится А на что Ты в первую очередь Обращаешь внимание Ну Наверное На это На чувства На то Вот В какую энергию Собо привносит человек А все остальное Перестал Раньше Куда-то обращал Там Ну видимо На одежду Еще на что-то Хер его знает Ну А так Да Я вообще Как-то перестал Вот это вот Знаешь Ориентиры Вот Использовать Эти ориентиры Поэтому Не знаешь Затрудняюсь Себе ответить Вот Сказал Что Ну вот так А любовь Свою Как Тоже Узнать Можно Вот здесь Где-то Сердечки Ведь бывает Так Что там Например С человеком Общаешься Годами Годами А потом Что это Случайник Это такое Тоже Очень Настолько Субъективная Вообще История Такая Сначала В любом Случай У вас там Только Как это правильно Называется Ученые Участок Мозга Который Отвечает За Ваше первое Мгновение Подходите Вы друг Другу Или нет Будет у вас Что-нибудь Или нет Господи Как оно Это что Правда Да То есть Спустя 10 секунд Ты понимаешь Будет у тебя Сегодня ночь Или не будет И все А вот там Про любовь И все остальное Это уже Сильно дальше Как мне кажется Ну да Это просто На целую ночь Можно Об этом говорить Еще вопрос Ты говорил В одном из интервью Скорее На рекоммент О книге Выбор Дитлева Эгер Вот Есть ли сейчас Что-то Понятно Что времени Нет Читать Но тем не менее Что бы ты посоветовал Нам Господи Сейчас Сейчас Я сейчас На секунду Отключусь Я прям Посмотрю Как это называется Она у меня есть Сфотографирована Сейчас я вернусь Я вернулся Эта книга Называется Это началось Не с тебя О чем Вот Вот Часть Все Мы Себя Обнаруживаем На каком-то этапе В жизни Когда Есть какие-то Кажущиеся Неразрешимые Проблемы Ситуации Когда ты Бьешься В одну В одну В одну сторону или в одну и ту же стену, и ничего не происходит. Все заново и заново. Одни и те же ошибки, одни и те же чувства. А вот эта книга показывает, точнее, рассказывает о том, что это про то, как вообще перестать себя винить, как себя принять с тем, что ты есть, узнать, кто ты есть на самом деле, и откуда это все пошло. Откуда те, казалось бы, неразрешимые проблемы, и чаще всего оказывается, что эти проблемы уже не твои. Они твоих родителей, твоей бабушки, твоих каких-то родственников. То есть очень много привнесенного того, что на самом деле не имеет с тобой ничего общего. Это то, как сделать свою жизнь легче, но это можешь сделать только ты. То есть здесь нет такого, что ты прочел, знаешь, как некие книги там, которые продаются огромными тиражами, как неких коучей, да, которые там что-то и все. Сейчас ты прочтешь, и вот все, и все. Нет. Это вот про... Просто это накопительный эффект в таких книгах. Ты читаешь, в твоей мозгу это потом все варится, варится, что-то как-то выстраивается. Потом ты в жизни находишь схожие или какие-то, как сказать, примеры, которые позволяют тебе увидеть, что, блин, да, действительно, а сейчас это не мое. Почему? То есть это не мое. Это не мой гнев. Это вообще не моя обида. Да-да-да, есть такое тоже. Подожди, а почему я сейчас вдруг как бы меня зацепило как бы паровозом, а я вообще это не мое. Я вообще здесь не должен находиться. И ты встаешь, уходишь из компании, больше в нее не возвращаешься. Перестаешь бывать, перестаешь, не знаю, одеваться так, как ты одевалась, потому что так там заведено или еще что-то. То есть огромная, очень такая полезная психотерапевтическая такая вот, знаешь, история. Еще раз повторю, там спрашивают, это началось не с тебя. Вот. А кто автор? Я, прости, не вспомнил, мужик, забыл мужика, в общем. Слушай, мне нужно, да. Я хотел сказать, что мне нужно закругляться. Я хотел просто ребятам, кто есть еще, озвучить какие-то такие базовые. Смотрите, ребят, значит, что касается бывших, информации нет, съемки скоро заканчиваются. Как только появится информация, я выложу, вы все узнаете. Скорее всего, эфир ждать можно не раньше февраля 2021 года. Иванько, нам сказали, что его продлили на второй сезон, но еще нет даже сценария. Поэтому, соответственно, пока напишут сценарий, пока будет подготовка, мы начнем снимать. То есть это выйдет, ну, как, через год, как минимум. Вот минимум. Фантом тоже продлили. Значит, тоже сроков никаких, естественно, нет. Думаю, что в этом году, точнее, не в этом, в 2021 мы это снимем. И, скорее всего, в 2021, может быть, зимой покажется, потому что там 8 серий, и, соответственно, проще сделать, чем 17 у Иванько. Здесь напутствие начинающим актерам. На что делать упор в работе? Читайте книги. Марк Волин, да, правильно. Да, да, да. Все правильно. Читайте книги. Именно читайте книги. А если хотите натренировать, надо от руки писать. То есть, вот, например, там записывать, ну, грубо говоря, ну, кто-то видеодневник, кто-то там еще что-то пишет. Вот, например, переписывать роль, да. Вот именно прям брать артикуляционное мышление, в том числе и там вот руками, да, или когда ты проговариваешь вслух слова, ты учишь роль, не там про себя прочитал, там где-то, а именно про, вот прям ее проговариваю, вот прям. Это очень круто помогает это как-то там, как-то укладывается, я не знаю, какими механизмами, но, в общем, это очень крутая штука. Просто, да, моторика правильно пишут, вот моторика, артикуляционное мышление, артикуляционное, в смысле, вот рта. это самые такие базовые штуки, которые надо, ну, просто тренировать. Еще я жонглировал, учился жонгляжу, жонглировать, не знаю, как, чтобы развивать внимание, чтобы реакцию, чтобы вот это вот, потому что мозг, надо заставлять мозг, очень не хочет, очень сложно, надо заставлять что-то делать, надо постоянно вот, чтобы там что-то двигалось. Тогда будет быстрота реакции, вы будете запоминать текст, и так далее, и так далее. А пишут, вы верующий? Нет. Нет. Я не принадлежу регулированным культам никаким. Можно вопрос? Да. Вот, как ты справлялся с зажимами, если они у тебя были в начале, только профессия? Сейчас. Там брат мой, братик. Ватос, привет, дорогой. Ты, как всегда, на каждом моем прямом эфире. Это человек, который сделал Iron Man, и, по-моему, сейчас будет делать второй. А это извините. Привет. Это извините. Что ты спросил еще раз? Что? Да не знаю, на самом деле, я другой вопрос хотела задать. Да не важно. Ладно, я побежал. Спасибо большое, Денис. Да, счастливо. Пока-пока. Да, спасибо большое. Всем счастливо. Ты сохранишь, видимо, да, как-то? Да, я сохрани. Даша, второй режиссер, второй режиссер бывших здесь. Даша, у нее есть куча инсайдерской информации, она вам все расскажет про бывшие Даши, Олейникова, вот она там сердечком. Привет, дорогая. Полина Иторган, привет, Полина. Полина. Просто мое уважение. Все, пока. Спасибо большое, Денис, что заглянул к нам. Да, да, что за новое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...